Я чувствую, что у меня было очень хорошее время с сестрами вчера. И я поделился с сестрами о том, что на самом деле значит быть помощницей. Вот есть одна часть, которой я не поделился, потому что почувствовал, что и братья, и сестры должны это услышать, и мужья, и жены, и есть. Потому что в служении ваша жена может быть не только помощницей, но и лучшим советчиком. И я могу сказать, что моя жена – это самый лучший советчик и мои дети. И в нашем браке мы нашли способ, то есть научились, как мы общаемся и как мы поддерживаем друг друга в этой области. Очень часто она дает мне очень хороший совет. Но очень часто хотела, чтобы я принимал решение прямо сразу, сейчас. Вот, и, конечно, она хотела, чтобы я принимал то решение, которое она считала правильным. Вот, я Вике сказал, хорошо, что ты делишься со мной и даешь совет. Вот, но есть время, когда ты должна просто оставить это между мной и Богом. Потому что если я буду соглашаться со всем, что ты говоришь, я тогда не буду вести служение, я не буду вести семью. Вот, и поэтому моя жена, она давала возможность мне понять, какие у нее мысли. Вот, и я хочу просто сказать, что 97% случаев я следую ее советам. Вот, но были и времена, когда я не следовал. И я не думаю, что это было что-то серьезное. Вот, но она научилась со временем принимать то решение, которое я принимаю, даже если она не согласна с ней. Что она должна это сделать в соответствии с тем послушанием, какое Бог задумал в браке. Вот, и я думаю, повиноваться, послушание проявлять по отношению друг к другу всегда служит. Но через несколько лет, будучи в браке, она сказала мне однажды, вот, я знаю, что Бог поженил вас. И я спросил, почему? Вот, потому что ты единственный мужчина, которого я не могу контролировать. Потому что если бы я отвечал за все, то есть я была бы ответственна за всю семью. Вот, и моя жена, она очень хорошо понимает мой характер. Вот, однажды она мне сказала, я хочу, чтобы ты поняла одну вещь. Ты там 100 километров в час все время продвигаешься вперед. Вот, и все остальные пытаются за тобой угнаться. Вот, и тебе нужно просто знать и помнить о том, что мы в твоем ритме передвигаться не можем. Ты очень такой сложный человек. Вот, у тебя есть очень глубокие мысли, ты очень долго и тщательно их продумываешь. Но к тому времени, как ты начинаешь говорить, вот, ты подумал уже о том, что ты это обсудил со мной. Но ты еще этого не сделал. Вот, ты там месяц, может быть, уже в голове рассуждал. Но когда ты говоришь, например, сотрудникам своим, вот, ты говоришь так, как будто я-то первый раз слышу. Вот, и как жена я хочу знать о каких-то твоих мыслях, прежде чем ты говоришь своим сотрудникам. И она была права в этом. И мне пришлось прислушаться, да, чтобы вместе взаимодействовать со своей женой. В первом послании Коринфянам Павел говорит о своем служении. В восьмом стихе написано, «Ветеси же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверстие великое и широкое двери противников много». Вот, одна такая вещь, которую нам нужно помнить, как верующим людям, как христианам, что если открывается дверь какой-то возможности, вот, особенно если мы понимаем, как мы более эффективно можем достичь этот мир Христов. Вот, когда Господь первый раз призвал меня в Южный Судан, я не хотел туда поехать. За Россию молился 13 лет. Вот, и я хотел всю оставшуюся жизнь посвятить служению здесь, в России. Но я, когда поехал в Африку, вот, я понял и вдруг осознал, что Бог сотворил меня именно вот для такой атмосферы, которая была там. Вот, иногда, может быть, нам не нравятся какие-то вещи в нашей личной жизни, кто мы есть. Но в Библии говорится о том, что Бог сотворил нас в утробе. Он знает нас лучше, чем мы даже знаем себя. Вот, и Он сотворил вас для особого служения и для особой цели. Вот, и однажды один африканец, человек, с которым я работал там, одну вещь сказал, которая меня очень удивила. Вот, и Он сказал, ты удивительным образом сотворен Богом. Вот, и мне показалось, что это забавным услышать. Потому что мы очень часто думаем, ну, как в мире думают, что на самом деле прекрасно. Вот, самая красивая женщина. Вот, самый красивый мужчина. И когда я смотрю в зеркало утром, кто там? Что могу сделать? Вот, ну, причесываюсь и иду на работу. Вот, и его звали Майкл, и я спросил у Майкла, что ты вообще подразумеваешь под этим? Ты выглядишь как солдат, ты ходишь как солдат, и ты говоришь как солдат. И когда ты стоишь перед нашим народом и начинаешь проповедовать Евангелие, шокирует всех. Они не могут поверить, что именно ты делишься Евангелием с Ним. И это действительно производит огромное впечатление и перемены в нашей нации. Одна из тех вещей, которые я очень часто делюсь с братьями в Африке, это почему именно важно повиновение, послушание. Послушание вообще предохраняет нас от того, чтобы не пойти неправильным путем. Немножко, может быть, вчера с сестрами я делился. Но когда я был здесь в России, была американская сестра, которая с тремя, наверное, командами приезжала вместе. И однажды она мне сказала о том, что хотела поговорить со мной. И я думал, она будет говорить о том, что, может быть, она хочет стать миссионеркой. Но она на самом деле сказала, что если Господь хочет однажды, чтобы я была больше, чем сестра для тебя, я хотела бы, чтобы это произошло. И это очень удивило меня. Она на 10 лет была младше меня. Очень небольшого, невысокого роста была. А я всегда был таким крупным. Ну, может быть, тоже забавно прозвучит, но в январе, феврале и марте по 19 километров бегу. И, несмотря на это, я все еще большой. Поэтому я не мог понять, меня это шокировало, удивило, как молодая девушка хотела носить за меня замуж. И у нее очень, действительно, хорошая, невидная жизнь была, простая. Вот она мне сказала, что никогда не было взаимоотношений с мужчиной. Вот, и она говорила о том, что я сохранила всю свою жизнь именно для тебя. И ее свидетельство... Мне нравились печеньки с шоколадом и кочельки. И кочельки? Кочельки. Печеньки и кочельки, это ее жизнь была. И в шесть лет, когда ей было шесть лет, Вот, она решила, что она будет проводить невинную жизнь без греха и отдаст свою жизнь Господу. И она сказала о том, что однажды только упала в своей жизни, покурила одну сигарету. Вот, и я сказал, ну, это мы можем преодолеть, перейти. Вот, я говорю, я был вообще... В армии, да, и я выкуривал две пачки сигарет. Вот, но в течение дня брал там перерыв между курением. Чтобы покурить сигары. Вот, таким я был. Вот, любил выпивать, любил драться. Вот, вот, чем наслаждался. Но Господь проговорил в то время и сказал, она не та. Не та, на которой тебе нужно жениться. Я помню тот день, когда я сказал о том, что у нас не могут быть отношения. И я ей сказал о том, что я не хочу, чтобы ты подумал, что мне не важно, твои чувства, не важна сама ты. Потому что я заботюсь о тебе, думаю о тебе. Но я знаю голос Божий. И Господь мне сказал, что мы идем в разные направления. Разными путями. И ничего плохого в тебе нет. Вот сейчас мы на одной дороге с тобой. Но в будущем наши дороги, они пойдут в разные стороны. Потому что Господь призывает нас в разные направления. Вот, и эта женщина заплакала. И мне было плохо. Потому что мне не хотелось причинить ей боль. Она была очень доброй. И где-то как раз через шесть месяцев после этого события Господь призвал меня в Африку. И за последние 23 года, вы знаете о том, что мы сейчас проводим служение в 26 странах. И наша организация поддерживает более тысячи человек. И на Ближний Восток только вложили 3 миллиона долларов за последние два года. Для того, чтобы избавить и спасти от ИГИЛ, запрещенной в России организацией. Чтобы кормить церковь в Сирии. И для того, чтобы поддерживать мастеров. Два мы построили, если можно назвать, замка. Крепости. Вот, это и школы простые, и школы библейские. И сейчас мы начинаем строительство третьего. Третьей крепости, третьего замка. Это будет точно такой же. По-европейски построенные. То есть, примерно, сколько там? Метра? Дьявол, двенадцать. В высотой. Вот, и получается, там будет 16 башен. Вот, в этой крепости, которые будут, там, семиэтажный дом. И около 1200 учеников, студентов будут создать. И, возможно, именно там мы будем тоже обучать офицеров суданских. Потому что два генерала подошли, обратились ко мне, с тем, чтобы мы провели обучение их офицеров. Вот, и они оба мне сказали о том, что президент очень доволен той работой, которая совершается через их служение. Вот, около пяти главных генералов пришли ко Христу через наше служение. Вот, и у одного на свадьбе я был лучшим другом. Вот, очень, действительно, хорошее служение сейчас совершается в этой стране. За последние два года около 22 тысяч детей получают еду ежедневно. Но, где-то, наверное, через шесть месяцев или через год, после того, как я приехал в Южный Судан, молодая девушка позвонила. И она сказала, ну, хочу поделиться, хочу рассказать. Она сказала, когда ты был миссионером, который был в Россию, я бы любил его, и твоя жена. Вот, она сказала мне о том, что если бы ты был миссионером в России, я бы хотел оставить твоей женой. Но, когда я обнаружила, что тебя Господь призвал в Южный Судан, у меня вдруг появился, просто появился огромный страх. Она сказала, я знала, каким Бог тебя создал. Вот, и ты действительно был создан именно для такого служения. Вот, и я бы не смогла быть твоей женой в Южном Судане. И делюсь тоже вот со своими ребятами в Африке. Если бы я проявил непослушание и женился на этой девушке, вот, возможно, это служение уже не существовало бы. Вот, и когда я делюсь подобной своей историей, видно, что это шокирует. И вот один из моих главных капелланов, вот, он даже такую вещь сказал, что, Вес, ты духовный лидер нашей нации. Потому что президент, лидеры нашей страны, они обращаются к тебе за каким-то советом, за каким-то направлением. Конечно, это неправда по отношению ко всей нации. Это неправда для всей нации, но это действительно правда по отношению к ключевым каким-то людям в этой нации. Вот однажды поехал молиться за одного из лидеров этой страны, и потому что нужна была молитва ему. Самый великий, наверное, воин Южного Судана. Вот, потому что однажды, то есть, да, то есть, приходилось мне доставать пуль на груди у него. Вот, а доктора мне говорили о том, что в теле у него достаточно много этих пуль еще осталось. Потому что из-за всех сражений, в которых он участвовал. И я сказал, я помажу тебя маслом, и буду молиться за тебя. И он опустился на колени передо мной. Вот, он сказал, Вес, мне нужно встать на колени, я хочу, чтобы ты помазал меня. Вот, и я понимаю, что ты меня помазываешь сейчас, но я хочу Божьей помазать. Я снова вспоминаю, если бы я женился на той девушке, вот, ничего вот из всего происходящего не было. 26 стран, в которых мы служим. Вот, 5 или 6 библейских школ, которые в данном моменте есть. Тысячи детей, которые получают еду. Тысячи, которые пришли ко Христу через наше служение. И вот этот один всего лишь, да, момент непослушания мог остановить всю эту работу. И вот одна из таких вещей, которая, ну, просто заставляет меня оставаться чистым перед Христом. Я вижу все, что Он сделал за последние 23 года. Вот, и если бы у меня были 23 года впереди еще, следующие. Вот, я бы хотел, конечно, увидеть, что там, впереди. Вот, я не хочу, чтобы что-то прошло мимо того, мимо меня, что Бог приготовил. Вот, и как мужья и жены, вам нужно взаимодействовать. Вам нужно видеть большую картину. Потому что жертвенность – это фундаментальная вещь христианского пути. Вот, причина, по которой церковь распадается в мире, вот, заключается в том, что не несется правильной истинной Евангелии. Вот, в Америке есть очень известный христианский исполнитель. И вот, и когда он начал делиться Евангелием на одном из концертов, он сказал, «Вам нужен друг». «Иисус – мой друг». «Он хочет быть вашим другом». Почему бы нам всем не стать друзьями? «Если вы хотите быть другом Иисусу, вот, поднимите руку, и мы помолимся молитвой покаяния». Это не Евангелие. Вот, потому что Библия говорит, если кто согрешил, пусть отвергнет себя, пусть возьмет свой крест и следует за мной. Вот, у нас был молодой капеллан, его звали Джеффри. Вот, я думаю, он обманул нас в плане своего возраста, чтобы только присоединиться к нам. Вот, потому что, чтобы стать капелланом, чтобы вообще проходить обучение, нужно быть старше 8 до 17 лет. Вот, не хочу даже, конечно, об этом думать, но, наверное, ему 15-16 лет было на тот момент. Вот, и когда мы только основывали, вот, то, где будем вообще обучение проводить, а они не видели даже электричества до того момента. Вот, там мы устроили душ, то есть, когда там, ну, такие, наверное, бедра, да, куда вода наполняется, и потом на себя просто напрокидываешь. Вот, и мы провели провода, и с лампочкой в каждую душевую кабину. Вот, и я сказал ребятам, если вы вдруг увидите, что нету лампочки где-то, пальцы свои, пожалуйста, не суйте, потому что у нас все работало от генератора. И вот однажды вот этот молодой человек в душе, и как раз не было лампочки. И он говорит, я думал, почему же пастор Уэст мне сказал туда балец и сылать? И поэтому, пока он был как раз в душе, принимал душ, он берет два пальца, вот, и прямо туда. Мы знали, что что-то произошло, потому что все остальные лампочки стали меркнуть. Вот, и мы сказали, надо пойти посмотреть, что в том случилось. И приходим туда. Вот, и Джеффри в голову распростерся на полу, потому что это его нарахнуло. Вырубило. Вырубило. Мы его привели в сознание. Джеффри, Джеффри. Джеффри говорили. И он, когда ушел в себя, говорит, уйдите. Потому что ему было так стыдно. И позже уже сказал, ну, да, действительно, находился в душе и думал, почему же нельзя было туда пальцем? Он говорит, я попытался это сделать, и я подумал, что сатана вошел в мое тело. Я подумал, что я уже одержим. В итоге он, конечно, закончил библейскую школу. И на передовую пошел. И начало вообще армии Судана, оно было положено еще во времена коммунизма. Их посылали на Кубу для того, чтобы обучаться. Вот, и когда он туда прибыл, там был командир, который не любил его. Он говорит, ты капеллан, а мне нужен солдат. Вот, у меня нет места для тебя. И Джеффри говорил о том, что счастливчиком был, если там однажды, два-три дня мог поесть. И он говорит, ты не солдат. Мои солдаты нуждаются в еде сегодня, поэтому ты сегодня не ешь. Вот, и однажды он рассказывал о том, как он пошел в реку искупаться. Вот, и другие солдаты украли его одежду. Вот, и все, что осталось, это футболка и шорты. Вот, ну и какие-то сандалии. Вот, и начали атаковать комары, и он поймал малярию. Вот, и он говорит, настолько все это было плохо, что он просил Бога забрать. Вот, и он говорил Богу, что Господь, я больше не могу выдерживать ту боль, которую испытываю. Пожалуйста, забери меня. Но каким-то образом он восстановился. И он подошел к командиру, и он сказал, я не ел 10 дней. Дайте мне, пожалуйста, что-то поесть. А командир сказал, я кормить тебя не буду. Я буду тебя избивать. Они привязали его, ну и 40 ударов. А потом поместили его в тюрьму. В тюрьму, где исламисты находились. И когда он находился в тюрьме, когда был голодным, когда боль испытывал, Дух Святой проговорил к нему. Вот, и Дух Святой сказал, что ты здесь не случайно. Я поместил тебя сюда. Потому что у меня есть цель твоего пребывания здесь, именно в этом месте. И он начал делиться Евангелием со всеми, кто находился рядом в тюрьме. С заключенными. И каждый из них отдал свою жизнь Христу. И когда командир это узнал, он пришел, он свободил Джеффри из тюрьмы. И он сказал, Джеффри, мне стыдно за свое поведение. Потому что ты более силен, чем все мы. Он дал ему еду, он дал ему форму. И тогда, когда они находились однажды на передовой, Джеффри, ну, там несколько вещей еще хотел взять, которые необходимы были. И командир сказал, Джеффри, ты не можешь идти туда, потому что это для солдат. А он сказал, нет, Бог призвал меня служить вам. И боролись они тогда, сражались в течение месяца. И каждый раз, когда какой-то человек был ранен на поле боя, Джеффри шел туда, вытаскивал его с этого поля. Но многих не успевал спасти, он понимал, что они уже умирали. И он тогда, доходя до них, доползая до них, спрашивал, знают ли они Христа. Иногда они могли говорить, кровь изо рта просто ушла. Вот, иногда говорили, нет, головой показывали. А знаете ли вы Христа, говорили, нет, но хотите ли познать. И они головой тогда говорили, да. Вот, и он говорил, молитесь просто вот в разуме. И он молился с ними вместе. Вот, и прямо там, после этой молитвы, они очень часто умирали. Вот, через 30 дней Джеффри сам заболел очень сильно. И его послали обратно к нам. Вот, когда мы его получили, когда он прибыл к нам, действительно был очень болен. Начали ему медицинскую помощь оказывать. Кормили его, одевали его. И только через месяц после этого он подошел ко мне. И сказал, мне нужно обратно туда, на передовую. Вот, и я ему сказал, я хочу, чтобы ты пошел в наш хранилище. У нас там есть горный велосипед, и я хочу отдать его тебе. Вот, и все, в чем ты нуждаешься, вот, на этом складе ты сможешь взять для себя. Вот, столько еды можешь взять, сколько сможешь унести. Вещи, которые тебе необходимо, бери. И Джеффри пошел туда, и потом уехал. И после того, как он ушел, вот, человек, который за склады отвечал, подошел ко мне. И он говорит, Вест, я сказал этому молодому человеку, что ты можешь взять и еду, и вещи, в том количестве, которые тебе необходимы. Вот, но путешествие до передовой, оно очень длительное. И он сказал, я могу только взять самое драгоценное с собой. И все, что он взял с собой, это Библии. Вот, и Писание, когда говорит о подобных мужчинах, которые подобную жизнь проживали, вот, говорит о том, что тех, кого мир был недостойным. Это были избранные Божьи люди для своего поколения. Джеффри, у него никогда не будет машины. Никогда не будет дома из кирпича или из камня. Никогда не будет электричества или водопровода. Но в Царстве Божьем он будет принцем в Царстве. У него будет коронаправедность. И его награды будут велики. Вот, после 23 лет присутствия и служения в Судане, я уже говорил о том, что 57 человек сотрудников были убиты. Большинство из них были застрелены. Вот, одного сожгли заживо. Многих пытали до смерти. И даже не могу посчитать, скольких мертвых я видел. Вот, и вот этот запах смерти, он на самом деле никогда не покидает. Как только вы с ним соприкоснулись, он уже остается с вами навсегда. Вот, и я думаю, вот, ну, очень часто в Америке люди подходят к такому моменту в жизни, когда они выходят на пенсию. Вот, и говорят, ну, теперь можно расслабиться. Но Библия говорит, что, например, на примере Павла, Павел говорит, мне отверстие великое широкое дверь. И если ты не идешь послушанием, в соответствии с тем, к чему Бог призвал тебя, вот, конечно, на небеса-то мы попадем. И в Библии говорится, что Бог моет всякую слезу. Вот, и люди говорят о том, что, ну, это для людей в Америке, что это для людей, которые не спасены. То есть, мама, папа, брат, сестра, то есть, вот, Бог утрет вот эти слезы. Но я не думаю, что это касается этих людей. Вот, я думаю, это будут слезы, которые Господь утрет им. Тех жизней, которые могли бы быть. Которые мы не выбрали. Вот там именно Бог и будет утирать эту грусть, печаль и слезы. Когда мы вдруг поймем, осознаем, что мы могли для Христа сделать намного больше. Я уже делился с вами вчера о том, что голливудский продюсер хотел фильм снять о моей жизни и служении. Вот, хотел меня таким крестьянским Рэмбо представить. Или Индиана Джонс. Вот, и в Америке очень часто меня так называют. Я думаю, это вообще глупость. Потому что я не хочу, чтобы мои сокровища были здесь, на земле. Потому что в Библии говорится, никакая плод не будет славиться в присутствии Бога. Потому что, когда я буду стоять перед Господом Иисусом, я хочу стоять с чистым разумом. С чистой совестью. Я не хочу, чтобы в моей жизни было что-то, за что мне будет стыдно. Я хочу любить Господа всем сердцем своим, всем разумением своим. Я хочу любить своих ближних, как самого себя. И я хочу, действительно, быть благословенным и благословлять тех, которые идут дальше, чем я. Я хочу радоваться тому, что Бог кого-то использует даже лучшим образом, большим образом, чем меня. Я не хочу завидовать другим служениям. Потому что я хочу стоять перед Иисусом Христом, Господом Моим. И я хочу, чтобы Он мне сказал, хорошо, добрый, верный Рам. Хорошо, Сын. Очень хорошо. И это то призвание, которому призывает нас Господь всех. Я помню, как это было в России, когда я первый раз приехал, когда все прислушивались к Евангелию. Сейчас даже нет вот этих открытых дверей, которые были, где можно делиться спокойно Евангелем. Двери закрываются, во многих местах. Возможно, даже преследования грядут. И это как раз то время, в которое нам нужно молиться. И если у Вас небольшая церковь, я хочу, чтобы Вы сейчас начали молиться, веруя, что Бог приумножил. Не люблю особо молиться с людьми в Америке. Потому что я могу сказать о том, что когда молимся вместе, не чувствуется, что верят в то, о чем молятся. Молятся, потому что, ну, так надо. Не верят в то, что Бог что-то может сделать. А в Африке, когда мы молимся, мои братьям не верят. Позвольте завершить следующий. Вот, был очень сильный бой в горах. До этого Ирак и Иран подразумевались такими... Были две страны, где были самые опасные положения. Вот, и атака была... И в ней участвовали около 30 тысяч солдат. А в городе, на который же они шли, было около 120. И где-то было 12 капеланов. И начальство еще в городе сказал, бегите, потому что такую армию мы не сможем остановить. И все солдаты побежали. Вот, оставили местных жителей. Но 12 капеланов сказали, если мы убежим, они убьют всех, и мужчин, и женщин, и детей в этом городе. Вот, и 12 человек решили бороться против 30 тысяч. И где-то, может быть, дней 12-14 они воевали. И когда эвакуировали этот город, эвакуировали всех женщин и детей, многие мужчины были ранены, но никто не умер. Вот, они подошли ко мне и сказали, нам нужен совет какой-то, потому что что-то странное произошло. 12 нас было. 30 тысяч врагов. Но у врагов было столько мертвых, что они бульдозерами их в общие ямы закапывали. Но мы шли, и мы смотрели на эти мертвые тела, вот, а в них не было отверстия от пули. Вот, никаких там разрывов от бомб. То есть на телах не было никаких ран. Но они были мертвы. Мы не знаем, что произошло. Особенная молитва из книги пророка Исаия, вот, где написано о том, что ангел явился, в одну ночь сразил более ста тысяч. И когда я рассказал, поделился этой историей, что мы шесть месяцев молились о такой защите для вас, но глаза, конечно, увеличились, потому что они осознали, что видели великую руку Божию. Когда люди противостоят вам в ваших городах, в ваших поселках, молитесь. молодая сестра была однажды, которая очень много библейских школ, библейских клубов организовала в Америке. И многие противостояли ей в том, чтобы она начинала эти клубы. вот, и она говорила, каждый раз мы начинали молиться. И каждый раз происходила одна из трех вещей. Спасались эти люди, которые противостояли, вот, либо их переводили в другое место, или умирали. Вот, но Бог убрал каждого. Вот этими тремя способами. Поэтому, если у вас небольшая церковь, я хочу, чтобы вы начали с сегодняшнего дня молиться и веровать. И говорить и просить Господа показать, как достигать людей в своем городе. Вот, чтобы Господь приводил верных солдат. Чтобы Господь распространял свое царствие. Вот, мы будем воздавать тебе всю славу. И моя молитва в том, что если мы соберемся снова с вами, и Бог даст такую возможность в следующем году, что у нас будут среди нас свидетельства того, что Бог будет делать. Но это произойдет только в одном случае. Если вы будете молиться и верить. Вот, если вы увидите действительно возможность и дверь, которую Бог откроет для вас. Вот, и если вы позволите Господу вести вас и направлять вас. Давайте помолимся. Господь, отец, прошу тебя за нашу семью здесь. Господь, чтобы мы помогали друг другу в любви. Господь, чтобы мы признали, Господь, что ты действительно дал нам различные дарования каждому. И мы хотим быть эффективными. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Позвольте еще сказать. То, что я солдат, не делает меня более духовным человеком. Участие в битвах, да, тоже не делает вас духовными. Делать то, к чему Бог призвал, вот что делает вас духовными. Много лет назад я попробовал посидеть с детьми. У меня четырехлетки были. Я предпочел бы быть снова в Судане, чтобы меня выстрелили, чем чтобы снова посидеть с четырехлетки. Потому что я не призван заботиться о детях в детском служении. Я верю, что дети очень хорошие. Но если меня призовут снова посидеть с детьми, вот возьму пистолет с собой. Вы не знаете. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...